Доброе утро всем. Я рад вас приветствовать на нашем вебинаре. Меня зовут Сергей Кулешов, и мы потихоньку будем начинать. Значит, несколько вступительных слов и вообще про формат. Про формат того, как мы сегодня с вами работаем. Так, сейчас я посмотрю. Да, трансляция у нас с вами началась. Все окей. Надеюсь, вы меня слышите, но это мы сейчас с вами и проверим. Теперь, значит, небольшая инструкция по тому, с чем мы с вами работаем. Значит, у вас есть некоторый интерфейс в правой части экрана. Есть такая серенькая полосочка, на которой есть несколько кнопок управления. В частности, там есть вот такой вот значочек со знаком вопроса, которым можно нажать, откроется соответствующая закладочка questions, в которой можно задавать мне вопросы или давать мне, в принципе, обратную связь. Делается это очень просто. Просто пишите свой вопрос, отправляете, я его буду видеть, и озвучивать голосом или отвечать в письменном виде в зависимости от ситуации. Также в порядке, пока будет идти вебинар, я, возможно, буду просить вас, вернее, наверняка буду просить вас отвечать на некоторые вопросы. Они будут появляться у вас вот так посреди экрана. Это будут различные опросы, чтобы познакомиться с вами поближе, узнать о вас чуточку побольше, и мы совместно посмотрим, что же за аудитория у нас собралась и какие вопросы вас волнуют. Значит, это касается нашего с вами взаимодействия. И сейчас давайте попробуем проверить, как это работает. А для этого я попрошу вас мне вот в закладочку questions прислать плюсик или ок, что вы меня слышите, что вы видите мой экран, на котором вот эта презентация с картинкой интерфейса программы вебинара, и я тогда буду обнимать, что у нас все в порядке. Так, вижу, начали поступать плюсики. Спасибо большое. Значит, да, да, поступают. Спасибо, что даете обратную связь. Отлично, значит, мы с вами как минимум научились пользоваться интерфейсом вебинара. Сразу скажу, что если вдруг в процессе работы, по какой-то причине пропадает звук или сейчас его нет, но если сейчас нет, вы не услышите. В общем, если пропадает звук, то самый действенный способ переподключиться. Обычно для этого нужно либо закрыть браузер, либо просто закрыть вкладку и перейти снова по ссылке, то есть подключиться заново. Обычно этого бывает достаточно для того, чтобы звук заработал. Если по каким-то причинам и это не помогло, и вы уверены, что со звуком на компьютере все в порядке, с интернет-соединением все окей, тогда пишите мне в вопросик, я буду проверять. Система у меня тут, в общем, сообщает о каких-то неполадках, если они возникают в процессе трансляции. И, конечно, еще один очень важный момент. Запись этого вебинара будет, она уже ведется, и буквально сегодня, может быть, в понедельник, мы выложим эту запись на наш канал YouTube и на сайт 1SBitrix в разделе мероприятия, где, собственно, у нас архив всех мероприятий, которые проводятся в нашей компании, и в том числе записи этих вебинаров там также размещены. Ну и, безусловно, мы всем зарегистрировавшимся на вебинар отправим рассылочку, в которой будет ссылка на эту видеозапись. Сегодня вебинар у нас будет состоять из двух частей. В первой части я, меня зовут Сергей Кулешов, я замдиректор 1SBitrix, буду рассказывать про возможности платформы 1SBitrix мобильное приложение и про то, какие можно делать сайты. Посмотрим на примеры, посмотрим, как это работает вживую, продемонстрируя некоторые вещи, поотвечая на ваши вопросы и вообще, в принципе, порассуждаем на тему мобильного рынка. И Константин Обухов, генеральный директор компании InfoSpice с докладом про умниканальности мобильные приложения 1SBitrix. Тоже будет очень любопытный рассказ про то, про опыт разработки, про возможности для бизнеса с точки зрения разработки и использования мобильных приложений. Это будет наша программа. Итак, поехали дальше. О чем мы сегодня вообще говорим? Говорим про мобильные приложения. На самом деле, с точки зрения объемов рынка, я уже даже никакие цифры называть не буду. Я уверен, что вы прекрасно представляете себе, насколько мобильные телефоны вошли в нашу жизнь. И многие уже даже решили, что да уже поздновато что-либо делать. Ну, то есть мобильники уже так наполнены приложениями, все сайты, большинство там уже поддерживаются и так далее. Технологии, в общем-то, перестали расти лавинообразно. Ну, и, в общем, кажется, что здесь все устаканилось и как бы можно особенно уже не запариваться на эту тему. Однако я хочу сказать, что наша человеческая увлеченность мобильным телефоном на самом деле только растет. Мы, как компания 1SBitrix, недавно совсем проводили некоторый опрос наших клиентов. Целое исследование провели, больше тысячи предпринимателей опросили. И это исследование говорит о том, что, ну, некоторые цифры, например, назову, о том, что 46% опрашиваемых нами людей, деловых людей, предпринимателей и руководителей, 46% опрашиваемых тратят на мессенджеры и соцсети от 3 до 5 часов в сутки. Представляете, какой объем потребления и вообще использования мобильного телефона. Порядка, та же примерно доля тратит порядка часа или двух на просто бесполезный серфинг по интернету, который, чтобы вроде как расслабиться. Ну и, опять же, порядка 40% берут свой телефон в руки буквально каждые 6 минут, а то и чаще. Ну, в общем, телефон становится все больше неотъемлемой частью нашей жизни, да, и, естественно, это влечет за собой некоторые изменения сценариев и поведенческих факторов. То есть мы привыкаем к тому, что в телефоне сосредоточено очень много источников информации, очень много источников того, что нам по жизни нужно. Я сейчас говорю не только об информационной составляющей, там и про поболтать или про почитать, но и про обеспечение своей жизни, то есть про приобретение товаров, заказ, услуг и так далее. Это довольно сильно поменялся. Сейчас еще не поздно вполне себе реализовывать какое-то решение для своего бизнеса, для поддержки своих клиентов, для получения нового канала привлечения или нового канала получения заказов и информации о клиентах с помощью смартфонов. И здесь, конечно, перед каждым предпринимателем встает определенный выбор, а что, собственно, делать. Делать адаптивный сайт, делать отдельную версию мобильного сайта или разрабатывать приложение мобильное. Кажется, что выбора такого стоять не должно. По-хорошему должно быть и то, и другое, и третье. Ну, возможно, мобильный сайт не нужен, но давайте попробуем порассуждать. В частности, какие есть плюсы или минусы, или как можно вывести, грубо говоря, вот это противостояние между мобильной версией сайта, да, то есть сайтом, который адаптивен, да, то есть отображается одинаково на разном устройстве, на разном экране и, в общем, дает необходимый функционал для работы с ним. Или мобильное приложение. То есть какие вот отличия между этими двумя инструментами. Понятно, что сайт – это то, что находится в стандартном привычном поиске. Да, ну, понятное дело, все пользуются поиском, открыли браузер, что-то набрали и попали на сайт. Таким образом, на приложение никак не попасть. Поэтому, конечно же, трафик, который идет, и реклама, которая может работать, будет вести и лучше работать на адаптивную версию сайта, которая будет хорошо работать на мобильном устройстве. Более того, адаптивная версия сайта обычно ниже, чем разработка мобильного приложения, потому что, ну, понятно, зачастую адаптив закладывается прямо на этапе производства сайта, и это, в общем, небольшое увеличение его стоимости. Кроссплатформенность абсолютная. Неважно, какое устройство, неважно, какой браузер, сайт будет работать. Здесь никаких проблем. И, конечно же, никаких проблем с обновлением информации на этом сайте. Потому что это точно такой же сайт. Если мы говорим про приложение, здесь другие плюсы есть. Это более персонализированный подход. То есть приложение запоминает своего пользователя, не требует дополнительных вводов логинов, паролей, и всегда знает, что приложение открыл и уже авторизован в сервисе или в магазине, или на сайте. Это, безусловно, скорость. Как скорость доступа к самому приложению, так и скорость открытия приложения, скорость взаимодействия с приложением, естественно, выше, чем на сайте. Это непосредственный контакт с брендом постоянный. То есть иконка вашего приложения, она постоянно болтается перед глазами. Ну или там, то есть в смартфоне, это вот постоянное напоминание о себе. Ну и, конечно, возможность прорабатывать более детально сценарии взаимодействия. То есть сайт – это более универсальная система, да, то приложение более персонализированное и направленное на какой-то ряд сценариев, которые могут быть продуманы гораздо глубже. Ну и, конечно, возможность отправлять пуш-уведомления и взаимодействовать с другими приложениями, то есть обмениваться между приложениями, там, ссылкой для расшаривания, документами и так далее и тому подобное. То есть у приложения есть свои плюсы, и я уверен, что выбирая между тем и иным, нужно не смотреть на недостатки, да, а понимать, насколько, какую эффективность даст этот инструмент. Ну, давайте посмотрим дальше. На мой взгляд, совершенно однозначно адаптивная версия сайта должна быть обязательной. То есть если ее сейчас нету, то как минимум нужно переделывать сайт для того, чтобы получить адаптив или заказывать его отдельно, или разрабатывать мобильную версию сайта. Такой вариант тоже возможен. Он чуть сложнее в дальнейшей, может быть сложнее в дальнейшей поддержке, потому что появляются отдельные шаблоны, отдельный там внешний вид и так далее. Это может быть чуть сложнее и дороже, но в целом тоже вариант как быстрого запуска. И еще несколько моментов, которые, на мой взгляд, любопытны с точки зрения сравнения сайта, который открывается на мобильном устройстве и мобильного приложения. Это вот такого рода исследования. То есть для адаптива, безусловно, будет превалировать огромное количество уникальных посетителей, потому что трафик, безусловно, очень большой туда может приходить. А вот уникальные действия, то есть реальное использование приложения, то есть реальное использование пользователем того инструмента, с которым он работает, будет, безусловно, в самом приложении. То есть понятно, да, что мы можем выбирать или совмещать два подхода, давать сайт для генерации и обработка большого количества трафика, большого количества пользователей и создавать приложение для того, чтобы точечно предоставлять сервис своим клиентам и тем самым давать им удобные сценарии работы и взаимодействия с вами. Когда нужно делать приложение? То есть понятно, что приложение всем не нужно. Ну то есть не каждому бизнесу вообще подойдет разработка мобильного приложения, а по сути своей. Поэтому я бы рассматривал с этой точки зрения. То есть вообще делать ли приложение или нет, и как ответить для себя на этот вопрос? В первую очередь надо понять, что если мы хотим дать какой-то определенный сценарий работы, один или два сценария работы своим клиентам, то, безусловно, это возможно именно мобильное приложение. Также, если необходимо часто взаимодействовать с одним и тем же пользователем, регулярные покупки, регулярные контакты, постоянное взаимодействие с вашим клиентом, регулярное, это тоже, собственно говоря, аргумент разрабатывать мобильное приложение. То же самое, например, касается категории. То есть надо понять, что сайт или ваш сервис должен отвечать определенной категории. Это, опять же, частые взаимодействия, то есть частые или повторные заказы одного и того же типа товаров, и в этом случае действительно приложение будет удобно, вы являетесь каким-то онлайн-сервисом, то есть с вами взаимодействие, то есть вы представляете постоянную какую-то услугу в виде онлайн-сервиса, тогда, опять же, мобильное приложение просто обязательно. Или, например, разнообразные сообщества. То есть так же, как социальные сети, так же и микросообщества могут быть автоматизированы или, скажем так, соединены коммуникационным составляющим в мобильном приложении. Ну и еще, возможно, вам нужны какие-то функции, которые элементарно недоступны в обычном браузере. Ну, действительно, может быть. Например, те же пуш-уведомления как минимум недоступны в браузере. Использование камеры телефона, геопозиции. Ну, есть такие вещи, там, гироскопа, который размещен в устройстве. Да, то есть есть такие вещи, которые в браузере или в десктопной версии вашего инструмента, с которым вы взаимодействуете, просто недоступны. В этом случае мобильное приложение тоже может быть хорошим решением для получения этих возможностей. И мы будем говорить про платформу Bitrix Mobile, да, или один из Bitrix мобильное приложение. Называть можно по-разному. Суть одна. И по сути своей мы пока скажем так, что приложение на платформе Bitrix Mobile – это сайт. То есть это ваш сайт, разработанный на платформе 1S Bitrix, специально адаптированный, запакованный в мобильное приложение и работающий в смартфонах ваших клиентов. Ну, давайте посмотрим, почему я говорю, что это сайт. Пока у меня тут будет видеоролик крутиться, я немножко поговорю. На самом деле этот видеоролик показывает, собственно говоря, как выглядит мобильное приложение. В данном случае это мобильное приложение интернет-магазина по доставке пиццы и суши. Почему сайт? Почему я говорю, что Bitrix Mobile – это сайт? Потому что, во-первых, разработка, которая происходит с точки зрения мобильного телефона, происходит на языках тех же самых, на которых происходит разработка сайта. То есть все те же технологии. Это HTML, понятно, язык разметки. Это JavaScript, это CSS для оформления приложения внутри дизайна и, собственно, PHP. Тот язык, на базе которого написаны вообще все платформы, один из Bitrix. При этом действительно уровень разработчика, который необходим для того, чтобы создать уникальное мобильное приложение на нашей платформе, должен соответствовать уровню веб-разработчика. То есть это стандартные технологии для него. Ничего нового не нужно изучать или вникать в нюансы работы с мобильной системой, мобильной операционной системой и нюансами разработки именно этих приложений. Помимо этого, сама платформа один из Bitrix – это, безусловно, кроссплатформенность. То есть мы поддерживаем две основные платформы – это Android и iOS. Соответственно, приложение, которое разрабатывается на базе нашей платформы, одновременно работает на обоих устройствах, на обоих типах устройств, на Android и на Apple. При этом приложение разрабатывается один раз и поддерживает, соответственно, одно приложение и одновременно работает на обоих устройствах. При этом, естественно, это низкая стоимость разработки. Ну, все относительно, да, стоимость разработки на этом стеке технологий, безусловно, будет ниже, чем разработка совершенно нативного приложения, абсолютно отдельного. Это связано, во-первых, с тем, что мы уже используем ресурсы текущего сайта, и там уже есть каталоги и разные написанные сервисы, и сценарии все продуманы, и мы можем использовать уже их, что снижает стоимость разработки мобильного приложения. Ну и сам стек технологии не очень дорогой, то есть его гораздо дешевле использовать в разработке, чем нативные вещи. При этом масштабируемость, то есть возможность гибко изменять функционал самого приложения и увеличивать его до таких размеров, до каких-то необходимых. При этом, в чем, наверное, уникальная возможность нашего приложения, это интеграция с нативными интерфейсами самих телефонов и нативными интерфейсами операционной системы мобильного телефона. За счет использования специального JavaScript API, то есть специального программного интерфейса, можно задействовать нативные элементы, то есть использование камер, использование различных визуальных нативных элементов, таких как списки, таких как фотогалереи и так далее. При этом это все управляется из, собственно говоря, платформы 1S-Bitrix. При этом возможность создавать оффлайн-приложения, абсолютные оффлайн-приложения, которые будут запускаться без подключения к интернету на смартфоне. Конфигурирование и настройка все через специальный конструктор, возможность тестирования и исследования своего приложения, да, вообще проведения разработки в специальном приложении для разработчиков совершенно бесплатно, без каких-либо проблем, полное повторение будущего приложения на вашем смартфоне. И, наверное, важно еще что сказать вообще про саму технологию, про саму платформу 1S-Bitrix, это то, что многие изменения, которые будут происходить, должны происходить в вашем приложении, по обновлению контента, содержимого функционала, не потребуют обновления самого приложения, потому что это будет происходить сразу, как только вы внесли эти изменения на вашем сервере. И это, в общем, все дает некоторые уникальные преимущества с точки зрения платформы. На самом деле все это работает очень быстро, дело в том, что буквально внесение и написание какого-то кода в специальных файловой системе на сервере, на котором установлен 1S-Bitrix, будет практически сразу реализовываться и появляться в мобильном приложении либо для разработчиков, либо в мобильном приложении уже, которое стоит у клиентов, которым они пользуются. И на этом моменте, наверное, я перейду к демонстрациям, чтобы мы могли с вами немножко посмотреть на то, не только в формате видеороликов моей презентации, но и в формате просто живой демонстрации. Так, 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 сейчас, секундочку. Да, я вижу комментарии по поводу использования гироскопа с положением на сайте. Конечно, в браузерах действительно есть возможность использовать эти устройства. Ну, это один из примеров был приведенных использования устройств, безусловно, на сайтах тоже многое можно делать, но у приложения все равно остаются свои преимущества, и там использование, например, встроенной камеры, там использование галерей, которые просто удобнее на самом смартфоне, подгрузка, изображение и так далее. Это все явно будет удобнее в таком формате. И владельцев Windows телефонов обделили. Ну, я боюсь, что это не мы обделили владельцев Windows телефонов, а их обделила компания Microsoft, к сожалению. Ну, то есть это, наверное, не наша проблема, вернее, не наше решение, что платформа Windows на смартфонах все никак не устаканится, и не появится какой-то единой системы, на которой, единой экосистемы, для которой можно было бы разрабатывать приложение универсальное. Вот поэтому, к сожалению, так это выглядит. Ну, что же, я перейду к подключению. Сейчас мне нужно сделать одну вещь, это подключить свой экран своего телефона к экрану компьютера, для того, чтобы было просто удобнее демонстрировать вам. Я показываю все вживую, это мой телефон, он у меня в руках находится сейчас, и я буду демонстрировать это в некоторых приложениях вот в таком живом режиме. Значит, у меня есть несколько сохраненных приложений, которые были разработаны на нашей платформе, и в качестве вот такого примера я несколько из них покажу для того, чтобы было понятно, какого рода приложения можно разрабатывать, да, и как они вот в действительности работают, как это выглядит. Прежде всего скажу, что вот первые три иконки, которые вы видите на экране, это вот Bittrex Admin, Bittrex eShop и Bittrex Mobile – это наше стандартное приложение, которое демонстрационного характера. Bittrex Admin, например, это приложение для администратора интернет-магазина на Bittrex, можно устанавливать и подключать своему интернет-магазину и получить доступ к управлению заказами, статистикой покупок и так далее. Bittrex eShop – это как раз мобильное приложение стандартного интернет-магазина, которое разработано на платформе и входит в каждую платформу один из Bittrex с интернет-магазином, то есть Bittrex малый бизнес и управление сайтом бизнес. Вот в эти две платформы уже входит вот это готовое приложение, которое я сейчас показываю. Это, собственно, возможность ходить по каталогам, да, приобретать товары, фильтровать, осуществлять поиск и так далее. И здесь можно видеть даже, что вот этот, например, элемент, который вот я сейчас демонстрирую, это элемент нативного списка, и он, соответственно, работает как нативный. То же самое касается, например, вот этих слайдеров, менюшек, которые тоже являются нативными элементами для операционной системы, то есть и внутри приложения работает именно в таком быстром, удобном формате для быстром и комфортном для пользователя, с комфортной для пользователя скоростью и отзывчивостью, да, в отличие, там, например, от интернет-сайта. Приложение для разработчиков. Мы с вами еще посмотрим вот эту желтенькую иконку Bittrex Mobile. В качестве примера хочу еще привести, например, вот такое контентное приложение, которое было разработано нашей компанией для того, чтобы для информационной поддержки нашего мероприятия. Большая конференция 1S Bittrex, которая проходила в прошлом году, и в этом году тоже будет. Для нее также будет доработано это приложение. Ну, в качестве вот примера, мне кажется, очень хорошо продемонстрировать. Это не магазин, как вы понимаете, это вот программа мероприятия, переключение там между залами для того, чтобы ознакомиться с программой. Там подробности по каждому докладу и выступающим, возможность оценить этот доклад, добавить его, например, в избранное. Здесь даже есть... была возможность, собственно, задавать непосредственно вопросы в процессе выступления моих коллег. И, опять же, вот набор избранного, да, вот это про ту персонализацию, да, то есть я нигде ничем не авторизовывался, но приложение меня знает и, соответственно, показывает мне мое избранное без каких-то дополнительных вещей. Вот персонализация такого характера в приложении работает. Что еще? Ну, это контентное приложение, да. Можно заглянуть, например, на еще одно контентное приложение «Мой город». Это тоже одна из разработок компании 1S Bittrex для создания приложений муниципального характера, да, то есть приложения, которые могут быть разработаны муниципальными органами, например, города или района, или целого округа, да, для того, чтобы давать жителям и гостям информацию о, собственно говоря, городе или районе. Вот у нас тут на примере города Кирова. Но на самом деле понятно, что здесь большая часть контентная, да, то есть это просто нужные номера, справки, куда пойти и так далее. Здесь также есть личный кабинет, в который можно зарегистрироваться, получить доступ и создавать обращения, собственно говоря, для там жалоб или по пожеланию улучшений в работе городских служб. И, например, такая вещь, как объекты города расположены, то есть это там справка для, например, ну, жителей, опять же, гостей. И возможность вот на карте представить свои объекты, те или иные, и, собственно, сориентировать, проложить маршрут с помощью стандартных встроенных карт в смартфон. Ну, давайте перейдем уже к таким торговым приложениям. Вот, мне кажется, очень неплохое приложение, GeoPizza называется, и оно примечательно тем, что очень сильно отличается стандартного дизайна. Да, если мы посмотрим на то, как выглядит это приложение, оно сам сильно отличается и по меню, и по вообще оформлению, по наличию закладок и работе с каталогом. То есть здесь по-другому немножко представлено, но, опять же, это, пожалуйста, приложение, которое устанавливает смартфон, имеет всегда актуальный контент и возможность заказать себе с доставкой, грубо говоря, товары. Это вот пример онлайн-сервиса, да, работы с... в работе приложения. Одни из самых популярных вообще приложений, безусловно, это различные доставки. Ну, понятно, потому что это удобно для пользователя, который там рядом со своим домом, например, нашел себе доставку или просто любит какую-то конкретную. Есть совершенно удивительное приложение, мне всегда оно очень нравилось, это мобильное приложение для фермеров, наверное, как это правильно сказать, сам не фермер, не знаю, но можно покупать сельскохозяйственную технику и даже крупный рогатый скот. По крайней мере, для... сейчас крупного рогатого скота что-то здесь нет, но зато есть куча всяких агрегатов для того, чтобы с ним работать. Но, по крайней мере, заказать себе через мобильное приложение Трактор, видимо, с доставкой прямо в поле, вполне себе возможно... Тракторов... А, нет, вот есть Трактор Беларусь, да, пожалуйста, 2,2 миллиона рублей. Можно заказать, оформить заказ, купить, да, убедиться, что в характеристиках все окей, и, в общем, приобрести себе Трактор, вероятно, с доставкой прямо в поле. Почему бы нет? Нет. И такие мобильные приложения есть. Это, опять же, пример использования приложения с торгового. Есть еще одно контентное приложение, почему-то он перестал работать. Ну, ладно, тогда посмотрим на VeloDrive. Еще один интернет-магазин с велотоварами, да, и возможность их, собственно говоря, посмотреть, поискать, заказать и купить, опять же, с доставкой к себе. Вот такого рода приложения разрабатывают с нашими партнерами и клиентами. Это в качестве такой демонстрации вообще разнообразия различных приложений. Какая-то часть контентная, да, и, в общем, это вполне себе вариант. Какая-то часть сервисная или какая-то часть торговая, да, то есть могут быть и те и другие варианты приложений, реализованные на платформе. Так, сейчас я вижу вопросики, которые постепенно поступают. Так, тут есть вопрос от Влада. Мне сказали, что мобильное приложение 1S Bittrex можно использовать только в том случае, если используешь стандартный шаблон магазина от Bittrex. А если использовать нестандартный шаблон или какая-то кастомизация, это невозможно. Правда ли это? Нет, это неправда. Сама платформа мобильного приложения позволяет, никак не зависит от тех шаблонов или тех компонентов, которые вы разработали для своего интернет-проекта. Потому что у мобильной платформы свои шаблоны, могут быть свои компоненты, которые будут взаимодействовать либо с уже имеющимися компонентами, либо с какими-то непосредственно данными, хранящимися в системе вашего сайта. Будет ли возможность скачать презентацию? Да, конечно, будет. Какой офлайн-функционал доступен в приложении? Ну, на самом деле, наверное, практически любой. Ну, то есть все, что можно реализовать в формате интернет-сайта, загруженного в офлайн-режиме, все можно реализовать. Потому что эти странички, функционал будет загружен в память приложения в процессе его компиляции, и, соответственно, придет запуск, и очень многие вещи можно реализовать. Ну, безусловно, в офлайн-режиме, например, нельзя оформить заказ в интернет-магазине, потому что для этого нужно подключение к этому интернет-магазину. Ну, в целом, просмотр данных, возможно, какие-то поиски, фильтрации и так далее, конечно, могут работать. Делали ли сложные сервисы, например, недвижимость? Ну, вот в качестве вариантов, в качестве примеров я, наверное, сейчас не назову, но я не вижу препятствий для создания сервиса, например, недвижимости. Ну, давайте, Евгений, вы зададите конкретный вопрос, какой именно функционал сервиса необходим, например, для недвижимости, в который вызывает у вас сомнения по реализации. И я попробую ответить на него уже более детально. В приложении есть онлайн-консультант, сторонний модуль. Да, похоже, был установлен сторонний модуль, и он запустился в этом приложении. Есть ли поддержка геоданных? Да, конечно, есть. Местоположение пользователя можно, если он даст свое согласие в приложении на использование приложением этого инструмента. Отзывы у Bittrex-разработка. Крэш-приложение, с этим все в порядке. Да, никаких проблем нету с крэшем приложений. Ну, по крайней мере, я о них не слышал. Если такое действительно существует, ну, вероятно, наша техподдержка может с этим справиться. То есть мобильный отдел, безусловно, на такие вещи реагирует и исправляет, если какие-то есть проблемы с нашей стороны. Поддерживаются ли виджеты в ОС? Сейчас, вы знаете, по виджетам сейчас в API, насколько я знаю, нету пока открытых методов, но мы в своих приложениях уже такую поддержку делали. Вероятно, если будет спрос, мы добавим это и в API, чтобы можно было использовать и виджетами. Так, 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 так. Ой, сколько вопросов сразу посыпалось. Давайте на последний отвечу, остальной блок вопросов чуточку позже. У меня еще есть несколько тем, которые хотелось бы раскрыть. Легко ли наполнять и пользоваться не специалисту в IT? Минский офис работает с этим. Вячеслав, давайте вот как. Легко ли пользоваться и наполнять так же, как сайт? Так же, как сайт на Битриксе? Абсолютно то же самое. Поскольку контент берется с сайта, вся информация будет размещена точно так же, так же, как работает с сайтом на Битриксе, так же работает с приложением. Что касается Минского офиса, то не очень понимаю, в чем вопрос, работает ли с этим. Дело в том, что Минский офис занят маркетингом и продвижением и партнерской программой, а все технические специалисты, которые, собственно, в том числе производят компиляцию мобильных приложений, выпусках в ТОР и так далее, они у нас в Калининграде находятся, поэтому связь с ними, скажем так, удаленная. Но на самом деле я полагаю, что она, в общем, не потребуется в большинстве случаев. Я попробую сейчас рассказать, почему это так. Так, 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 поехали дальше по презентации. Про мгновенный результат примерно понятно. Как это вообще все устроено? Здесь немножко, наверное, для специалистов будет, но я надеюсь, я постараюсь объяснить это достаточно простыми словами, чтобы неискушенному зрителю, слушателю было понятно. Что вообще из себя представляет платформа Bittrex Mobile? Это, ну, по сути, фреймворк Cordova с некоторыми нашими дополнительными библиотеками, которые написаны, естественно, там, на Java или Objective-C, да, то есть это наша разработка, для которой написан свой JavaScript API. То есть, грубо говоря, когда компилируется приложение и выпускается в соответствующий магазин, после его установки пользователь, когда вызывает и запускает приложение, приложение, в случае, если оно не оффлайн, связывается с сервером, начинает загружать туда странички, получать настройки и так далее. И вот обычные там HP-странички, которые являются контентом самого приложения, помимо самого контента, могут вызывать различные нативные функции операционной системы мобильного устройства. И это происходит очень быстро, это происходит очень просто. Таким образом, мы получаем возможность из обычной PHP-страницы, в которых состоят обычные сайты, настраивать или модифицировать нативные элементы приложения, такие как, например, слайдеры, такие как заголовки верхней части меню, списки, медиабиблиотеку и так далее. То есть в серверной части, там, где находится битрикс-управление сайтом, есть соответствующий JavaScript, есть контент, который написан на HTML, PHP, CSS и так далее, то есть то, что нужно для визуальной составляющей приложения, и возможность использовать через специальные API нативные функции. Вот это грубо выглядит примерно так. Какие есть инструменты для разработки? То есть как вообще производится вот эта вот работа и производство приложения? Первое – это на самом деле конструктор. Вот то, что вы видите сейчас на скриншоте слева, это конструктор мобильного приложения. Мы его немножко покликаем, посмотрим, как он работает и какие основные функции он выполняет, зачем он нужен. Конструктор позволяет очень быстро настраивать внешний вид и внешний вид различных элементов, в том числе нативных элементов самого приложения. Также у нас есть, собственно говоря, API, то есть программный интерфейс, к которому можно обращаться через JavaScript и таким образом модифицировать или использовать различные нативные элементы платформы. И, конечно же, мобильное приложение для разработчика. Вот эта самая желтая иконка, которая очень удобна для того, чтобы производить разработку мобильного приложения. Оно совершенно бесплатно. Мы его устанавливаем на свой смартфон, на Android, iOS, неважно. Запускаем, подключаемся к своему сайту, к специальному разделу своего сайта, где расположены будут файлы мобильного приложения. И, собственно говоря, видим то, что в дальнейшем будет в вашем мобильном приложении. Прямо вживую. И это все доступно, собственно говоря, в работе. Сама разработка происходит, по сути, в файловой системе вашего сервера, где расположен ваш сайт. Вы производите настройку интерфейсов, разработку логики на PHP, использование с помощью JavaScript API нативных функций, после чего, после того, как вы удовлетворены результатом, да, и у вас в мобильном приложении для разработчиков все вас устраивает, ваше приложение работает прекрасно, и вы хотите теперь сделать его доступным для всех ваших клиентов и пользователей, вы присылаете нам специальную заявку после приобретения лицензии на мобильную платформу. То есть это важный момент, да, сама разработка может происходить до приобретения лицензии на мобильную платформу. Когда вы все разработали, решили, что все окей, готово публиковаться, соответственно, вы присылаете нам соответствующую заявку, все материалы и документы, и доступ к аккаунтам в магазинах Google Play и Apple Store, и мы собираем ваше приложение, проводим там первичное тестирование, чтобы увидеть, что вообще все работает, оно запускается, и основные функции работают, и после чего с вашего согласия опубликуем в магазинах приложений ваше приложение от вашего, естественно, лица. То есть это приложение будет полностью ваше, опубликованное в соответствующих магазинах. Ох, у меня почему-то повторился слайд. А, да, он не повторился. Это вопрос к тому, что обычное приложение на... То есть за счет того, что мы разработали подобную платформу и позволили сделать приложение быстрее, делать его мгновенно обновляемым, и в то же время дали возможность использовать нативные функции, в общем-то, многие преимущества, которые были только в адаптивной версии, появились и в мобильном приложении на Bittrex Mobile. Это небольшая стоимость, кроссплатформенность и легкость в обновлении контента внутри приложения. Поэтому на самом деле получается, что платформа Bittrex Mobile – это не просто сайт. Это не просто сайт, это, в общем, гибридное мобильное приложение, которое может брать часть контента с сайта и использовать его, но также может использовать и нативные функции самого смартфона для того, чтобы давать особенный сервис своим покупателям, своим клиентам. Ну вот у меня есть такая цитата, которая из гайдлайнов, то есть из инструкций по проверке мобильных приложений Apple Store, да, то есть к чему это вообще, к чему это цитата? К тому, что нет смысла выпускать мобильное приложение, которое полностью соответствует по своему функционалу, внешнему виду и так далее вашему сайту. Потому что в этом случае, ну, это просто не имеет смысла, и я бы даже сказал, что Apple, например, такие приложения может не пропускать в открытый доступ в своем магазине приложений, потому что Apple считает, что приложения должны быть качественными, что оно должно содержать контент и давать какие-то сценарии, интерфейсы, которые невозможны для обычного сайта или неприменимы для сайта, или они лучше, удобнее, проще или быстрее, да, чем на обычном сайте. И это важный момент для приложений, особенно тех, которые будут выпускаться для платформы Apple, потому что там довольно строгий контроль. Так вот, как же делать, собственно говоря, приложения, как делать их хорошо, красиво, как делать крутые приложения? На самом деле нужно оснакомиться с документацией. Дело в том, что у нас очень хорошо развита документация по мобильной платформе. Ребята, которые занимаются разработкой мобильной платформы и ее обновлением и развитием, очень трепетно относятся к тому, какие инструменты там производятся и как ими пользоваться, и очень детально рассказывают про то, как это все работает. И в документации, вот сейчас будет ссылка, да, в документации есть и видео, как работают те или иные элементы, и картинки, и примеры, и, в общем, все-все-все, как все описания полноценные JavaScript API и всех возможностей самой платформы. Естественно, надо разобраться, как работает конструктор и как управлять интерфейсами. У нас есть отдельное, скажем так, решение по навигации в платформе Bidrix Mobile, по навигации внутри приложения, и мы, в общем, стараемся сделать ее довольно быстро и простой и действительно комфортной в использовании. Вы можете использовать Аякс для того, чтобы мгновенно подгружать данные без перезагрузки картинок, чтобы у пользователя появлялось ощущение, что это именно приложение, да, что интерфейс – это не набор страничек, да, сайта, а это именно приложение. Для этого имеет смысл использовать Аякс и JavaScript для того, чтобы интерфейс был действительно похож на именно приложение. Есть у нас ленивая загрузка, да, лейзи-лоу для картинок, чтобы это было еще, чтобы быстрее было взаимодействие приложения с пользователем. Ну, целый ряд возможностей поработать с событиями и, конечно же, кэш. Кэш – тоже очень важная вещь в самой платформе. Это надо, скорее, ремарка для разработчиков. Кэшу надо уделить внимание и с точки зрения изучения документации, и с точки зрения использования в самом приложении, потому что правильное использование кэша дает, опять же, очень качественное вот user experience по работе с приложением. То есть для комфортной работы нужно, чтобы все было красиво, плавно, быстро и в то же время отзывчиво. Вот для этого нужно использовать различные такие вещи, в том числе кэширование. Где взять документацию? Документацию взять вот по этой ссылке. Можно найти просто на сайте dev1sbittrex.ru, в разделе «Обучение» там есть специальный курс, по которому можно ознакомиться со всеми нюансами разработки на мобильной платформе. И там есть API с видеодемонстрациями, возможностями работы с офлайном, как вообще производить отладку, как запускать и работать с пуш-уведомлениями и так далее. Все это в документации довольно подробно рассмотрено. Ну и наша еще одна демонстрационная часть – это конструктор мобильного приложения. У меня здесь видеоролик, но я не буду его сейчас вам показывать. Мы лучше посмотрим с вами это вживую. И для этого мне потребуется, помимо подключенного смартфона, теперь мне еще потребуется Bittrex, то есть сама платформа Bittrex управления сайта. У меня есть такой сайтик на Bittrex, специальный демонстрационный. Здесь установлен интернет-магазин на базе платформы 1S Bittrex с управлением сайтом «Бизнес». И в разделе «Сервисы» есть вот такая штука, как «Мобильное приложение» и «Конструктор мобильных приложений». Зачем этот конструктор нужен? Нужен он для того, чтобы настроить свое мобильное приложение и легко и быстро выстроить классный внешний вид этого мобильного приложения, чтобы он соответствовал вашим пониманиям о том, как это выглядит. Как вообще происходит работа с этим конструктором? На самом деле здесь все очень просто. Нажимаем «Создать приложение», выбираем для себя название. У вас может быть несколько приложений на одном сайте, поэтому их надо как-то называть. Должен быть символьный код у этого приложения и папочка, в которой будут лежать файлы этого приложения. Дальше у нас есть настройки публичной части. У нас будет обычное приложение. Мы сейчас сделаем, наверное, даже демо. Это будет для нас удобней. Да, нам нужен будет шаблон настройки для оффлайна. Может быть, создаваться новый шаблон. Ну, чтобы в системе появился новый шаблон мобильного приложения, это будет удобнее. Так, у нас туда «New Mobile Template». Мы сейчас назовем «New App». Вот так. И, собственно, после нажатия кнопки «Создать», несколько полей заполнили, у нас с вами появляется вот такой конструктор. Вкратце, конструктор представляет из себя ряд настроек. Да, то есть возможности по настройкам визуальной части всех нативных элементов внутри приложения. Ну, вот мы видим, например, фоноэкранов. Здесь у нас есть предварительный просмотр, как это будет выглядеть. То есть мы можем начинать изменять здесь какие-то настройки. То есть, например, фон экрана. Сейчас он стоит белый, я могу его заменить на такой ядовитый и сразу увидеть, что в моем приложении вот в этом месте фон будет изменен. Туда же я могу загрузить, например, картинку, взять... Вот у меня есть такие абстрактные картинки для различных фонов. И, собственно, увидеть, что вот у меня на фоне приложение. Теперь появится картинка. Здесь можно выбрать режим заполнения. То есть это может быть какой-то режим того, как будет представлена картинка. Они же бывают разных размеров, да, и, соответственно, будут представлены. Также отдельная картинка для ландшафтного положения. То есть приложение же может поворачиваться, да, по горизонтали. Если телефон повернуть, у приложения может быть такой режим работы в ландшафтном, так сказать, повернутом на 90 градусов. И в этом случае можно загрузить отдельную картинку, но чтобы не было никаких искажений. Так, дальше у нас есть фон... Ой, убежала. Фон, например, тулбара. Это основная... Вот эта вот верхняя панелька управления. Мы на самом деле можем на нее нажимать... Ой, это панель навигации. Подождите, а где у нас тулбар? У нас вот здесь. Вот он, да. Тулбар — это вот эта часть, извините, чуть не перепутал. Ее тоже можно делать отдельных цветов и выбирать то, как он будет. Сейчас мы какой-нибудь зелененький подберем. Нет, зелененький не очень подходит. Давайте подберем оранженький. И также изображение может быть на эту... На эту часть загружено для того, чтобы было красиво, да, если это требуется. Фон экрана загрузки — это то, что будет появляться в процессе загрузки, мобильного приложения. Обычно это происходит только при первом запуске приложения, потому что все остальное там система начинает... Мобильная операционная система начинает кэшировать, и происходит это очень быстро. Сюда можно загрузить отдельную картинку, которая будет появляться на этапе загрузки мобильного приложения. Ну, там часто используют логотип, например, и так далее. Фон панели навигации, да, вот у нас эта панель навигации, вот эта верхняя часть, она тоже должна быть какого-то определенного цвета. Сейчас мы тоже желтенькое сделаем. Не очень подходит желтый цвет. Давайте попробуем зеленый. Не тот зеленый. Вот такой зеленый. Пусть будет зеленый. Также может быть загружена картинка и так далее. И целый ряд настроек, да, какого цвета, например, должны быть надписи загрузки, цветы цветового индикатора, который будет то на андроиде крутиться и так далее. И после того, как мы вот это все поменяли, да, на самом деле, на самом деле в нашем приложении уже все поменялось. Для того, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть в реальности на нашем, на смартфоне, да, то есть мы какие-то настройки производим, хочется смотреть, как это будет выглядеть. Для этого надо взять мобильное приложение для разработчиков. Сейчас я это тоже продемонстрирую. Сейчас секундочку подключаю свой телефон в очередной раз. Вот, да. Нам понадобится... Нам понадобится... Он меня тут просит обновить мое приложение. Нам понадобится вот это вот желтенькое Bittrex Mobile приложение. Видите, здесь у меня куча аккаунтов, подключенных различных разработческих приложений. На самом деле я разные пробовал, и тут много их. Для того, чтобы подключить новое, надо, собственно говоря, здесь нажать на плюсик, а вот здесь нажать кнопку подключиться. Сейчас верну телефон. И в мобильном приложении можно либо ввести вот этот вот адрес, либо отсканировать QR-код, что я сейчас, собственно, и сделаю с помощью своего телефона. Вот он так быстро отсканировался. Я подключаюсь к этому мобильному приложению. Извините, опять убежал телефон. Вот. И мы, собственно, с вами видим то, что нанастраивали. Да. Вот у нас есть тут... У меня даже появился быстро с 1SBittrex. Надо будет отключить эту штуку. Стандартный шаблон так действует. Вот, собственно, приложение и наши настройки. В режиме реального времени оно будет обновляться. То есть если мы начнем здесь делать какие-то изменения, например, я возьму и вот эту картинку поменяю на вот эту картинку. Да, здесь она обновилась. Ну и, собственно, в приложении при перезапуске оно тоже сразу же изменится. Это мы сразу увидим. То же самое будет касаться, например, цвета фонов. Так, давайте я, наверное, чтобы у меня все время не переключалось, сделаю вот так. Цвет фона, цвет фона, цвет фона нашего навигационной панели. Можем теперь поменять на какой-нибудь бордовый. Он будет больше подходить к этому цвету. И, соответственно, обновление сразу же у меня появится прямо здесь же в самом приложении. Это будет касаться, то есть подобные настройки и скорость их работы, и изменения будут касаться всех остальных настроек нашего приложения. То есть, и, например, здесь также можно проглядывать, как будет выглядеть уже в предварительном просмотре те или иные вещи. Например, это может касаться списков, да, то есть нативный список, который будет загружен в случае, например, представления каталога товаров или каких-то других элементов, вы можете определять, как будет выглядеть, например, этот список. Определять, какие будут цвета, какие будут разделители, какого цвета будут те или иные элементы и так далее. Соответственно, вот, кстати, вот наш экран загрузки и списки. Также будет касаться это различных скользящих панелей, кнопочек для разных стилей и того, как будут выглядеть различные счетчики и так далее. Здесь целый огромный набор настроек, в том числе, например, настройки оффлайн-файлов, то есть те файлы, которые вам необходимо загрузить в само приложение при его компиляции. Здесь надо их указать, указать, какие страницы, где будут загружаться для того, чтобы в оффлайн-режиме приложение запускалось и уже имело какой-то контент, независимо от того, подключено оно к интернету или не подключено. Это будет касаться и статус-баров, култу рефрешей, да, вот эта вот штука, которую надо потянуть и обновить, там тоже появляется иконка загрузки, и она тоже точно так же может настраиваться по цветам и так далее. Различные переключатели и тому подобное. Все это детально описано в документации, и это означает, что со всем этим будет разобраться несложно, и в то же время вы, опять же, сразу увидите все результаты сначала в предварительном просмотре, а потом в демонстрационном приложении разработчика, вот телефон у меня выключился уже, в демонстрационном приложении разработчика прямо на своем смартфоне сможете это потыкать пальчиком и понять, устраивает ли вас сценарий работы сейчас с ним. Что еще хочется отметить, что само приложение у нас состоит из трех частей, и это как раз наша навигация Wittrex Mobile. Она состоит из трех частей, это центральный основной стэк, в котором может быть набор страниц, которым можно управлять, переходить по ним, открывать и так далее. Это левый слайдер, собственно говоря, меню, куда можно вставлять различные пункты, меню, картинки, какой-то дополнительный функционал авторизации, вот как, например, в нашем приложении Wittrex 24, которое тоже на этой платформе разработано, также можно представить. И, собственно, есть правый слайдер, его тоже можно использовать, подключить его в системе и использовать его для дополнительного какого-то функционала и размещения там своих каких-то элементов, удобных для пользователя. Ну, еще раз, какие приложения можно создавать? Абсолютно разные. В первую очередь часто создаются магазины, это различные доставки еды, товары регулярного спроса, локальные какие-то магазины и так далее. Сервисы. Это бронирование, заказ услуг. Возможно, с точки зрения взаимодействия с клиентом, которому вы оказываете услугу, это личный кабинет, изменение статусов по услугам, заказ новых и так далее. Подсчет, калькуляции, выставление счетов на оплату и так далее. То, что может реализовываться в мобильном приложении для вашего клиента. Это сообщество для коммуникационных составляющих, то есть общение, предоставление дополнительных сервисов. Ну, вот приложения конференции, например, мы такие делали. Различные промо-приложения. Вот, в частности, было хорошее приложение «Усадьба Джаз», где, опять же, промо-приложение мероприятия. Оно заранее выпускается, там описание самого мероприятия, возможность купить билет и постоянное напоминание о том, что вот скоро мероприятие, а не забудьте приобрести билет, а не забудьте с собой взять там что-то на самом мероприятии и так далее. Такого рода приложения, опять же, могут быть разработаны. На платформе создание онлайн и оффлайн-приложений. Оффлайн-приложения также могут работать и запускаться. Нативные приложения, возможность создания, собственно говоря, интерактивных приложений. Мы называем это пул-сервером, то есть возможность в режиме реального времени взаимодействовать с пользователем со стороны сервера, с пользователем, который сейчас открыл мобильное приложение. Это мгновенные сообщения, это различные нотификации внутренние, передача в режиме реального времени каких-то данных и так далее. Пуш-уведомления, то есть отправка пушиков, вот этих сообщений, уведомлений мобильных приложений, к которым все привыкли, и их можно использовать как рекламный канал или как канал, инструмент для возвращения ваших клиентов. На этом моя часть вебинара заканчивается. Я сейчас пробегусь по вопросикам, которые вы мне задаете, озвучу их, и мы немножко пообщаемся. А пока, пока, пока. Надеюсь, что у нас... Сейчас, сейчас, сейчас. Мои коллеги из компании InfoSpice тоже будут подключаться. Сейчас я что-то пока не вижу. Нам сейчас напишем. Итак, по вопросам. По вопросам. Так, на какие услуги или виды услуг данная платформа не слишком удобно? Например, разработать мобильное приложение для такси новостройки. Ну вот, для такси, наверное, будет не самый удобный вариант, потому что, ну, по той простой причине, что приложение такси состоит, по сути, из карты, да? И подключение... Ну, то есть, грубо говоря, это как микроскопом гвозди, наверное, забивать, но что-то в этом духе. То есть взять большую платформу, использовать из нее только возможность использования карты, ну, как минимум, странно. То есть это, наверное, не совсем удачное будет решение. Для новостройки, ну, почему бы нет? Почему бы нет? Есть приложения, которые реализуют там всякие ЖКХ истории, там, подключение, там, оплата счетов, подача, там, жалоб и так далее. Какие... Какой функционал вот для новостроек нужен? К сожалению, не знаю. Ренат, если подскажете, попробую рассказать. Обновление тоже через вас публиковать. Ну, если вам необходимо обновление самой платформы, да, то есть появился какой-то новый функционал использования нативных каких-то элементов или там что-то произошло глобальное, то да, обновление вы точно так же перевыпускаете, отправляете нам заявочку, и пока у вас действительно лицензия, мы ее пересобираем и выпускаем обновление. Но, опять же, для большинства обновлений внутри платформы, внутри вашего приложения, вам не понадобится такая история. То есть большую часть вы решите на серверной стороне через JS API. А как релизы и поддержка приложений происходят? Мы свой сайт все время переделываем же. Ну, собственно, точно так же, просто у вас теперь помимо сайта есть еще один такой микросайтик, на котором точно так же нужно учитывать все следующие изменения. Поэтому, в общем, это не вижу никаких здесь препятствий. Сайт обновился, контент там обновился, обновился в приложении. Если поменялся дизайн, ну, значит, надо шаблончики мобильного приложения так же зайти подправить, откорректировать, возможно, поменять цветовые гаммы и так далее. Глобальные переделки релизные, они будут связаны с функционалом, да, то есть если функционал как-то поменялся, тогда нужно вспомнить, что в мобильном приложении так же есть контент и функционал, который необходимо подправить. Плачивается лицензия одновременно или нужно каждый год заново платить? Да, кстати, по стоимости совершенно ничего не сказал. Давайте скажу и сразу расскажу про лицензионную политику. Значит, для того, чтобы разработать мобильное приложение, во-первых, нужно иметь сайт на платформе 1SBitrix. 1SBitrix – это любая платформа, начиная, по-моему, со стандарта, то есть малый бизнес, эксперт, бизнес, интерпрайс. На них, к ней для того, чтобы реализовать приложение, по сути, ничего не нужно, а для того, чтобы его выпустить, то есть скомпилировать и выпустить в магазины, нужна еще отдельная лицензия на мобильное приложение. Она стоит 47900, оплачивается один раз полная стоимость на момент приобретения самой лицензии, то есть 47900. В дальнейшем для того, чтобы выпускать обновление самого приложения, потребуется продление лицензии. То есть лицензия действует год, через год продление будет стоить 22% от стоимости лицензии. Так, что еще? Обновление в App Store? Да, через нас это я ответил. А для Bitrix24 можно разработать, доработать приложение для коробочной версии. Оно стандартное и неизменяемое. Что-то в коробочной версии вы действительно можете поменять. Поскольку там точно так же, ну, все то же самое, да, то есть тоже есть папочка с файлами, вы можете залезть в эту папочку с файлами, добавить вот такой-то свой функционал, и оно появится в приложениях у клиентов этого портала, да, то есть у тех, кто подключается к этому порталу, с которым вы будете работать. Действительно, какие-то вещи можно делать. И это, в общем, очередной плюс коробочной версии Bitrix24. Так, насколько я понимаю, Bitrix пошли в сторону приложения. Насколько это увеличит стоимость разработки? Сейчас люди могут сказать простой магазин 1100-1200, а с таким подходом снова увеличится минимум до 150 для самых простых. Или я не прав? Дмитрий, давайте так. Во-первых, мы не то чтобы пошли в сторону приложения, мы даем и дополнительный инструмент для работы с мобильной техникой, да, и действительно разработка мобильного приложения – это дополнительные расходы, да, то есть нельзя взять и просто, ну, то есть сделать один раз и то, и другое. Безусловно, это другие сценарии взаимодействия, другой интерфейс приложения. Его надо разрабатывать, его надо продумывать, отдельно тестировать, проверять, выпускать и так далее. Да, то есть это отдельные, безусловно, расходы. Но, уверяю вас, любые расходы на мобильное приложение, они того стоят. То есть если у вас приложение сделано, ну, в смысле задумано, безусловно, не ради просто так, а ради какого-то, какой-то эффективности, да, увеличения продаж, предоставления дополнительных сервисов и так далее, оно оправдано. А в нашем случае это еще и недорого, да, то есть это сильно доступнее, чем выпуск нативных приложений под две платформы. А у нас вы получаете практически тот же функционал, но с меньшими усилиями и меньшими затратами. Наталья спрашивает, почему мне не показывать стулбар? Ну, он просто выключен по умолчанию в приложении, поэтому его не видно. В предварительном просмотре его, да, видно. Как реализовать мультиязычность? Вы знаете, так же, как и на сайте, было какое-то приложение мультиязычное. К сожалению, сейчас не продемонстрирую, но если вы отдельно меня спросите, вот у меня мой e-mail написан, я могу прислать, пришлю вам название приложения, его можно будет установить, посмотреть, как оно реализуется. Там на старте приложения происходит выбор языка, ну и в дальнейшем, соответственно, подгружаются нужные языковые файлы. Ну, то есть, если вы понимаете принцип работы платформы один из Бетрикс, ну, тогда, я думаю, вам понятно, что это такое. Если не очень понимаете, ну, здесь надо будет изучить или поговорить с разработчиком, чтобы понять. Ну, мультиязычность реализуется, конечно. Консалтинг юрослуги, Вячеслав спрашивает. Да, 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 консалтинг юрослуги – прекрасный, на мой взгляд, повод, в смысле, прекрасный, как это сказать-то, кто-то заговорился. Отличный пример для реализации возможных приложений, потому что юрослуги – это как раз и вот такого рода консалтинг – это как раз услуга регулярного спроса, да, то есть, например, там, бухобслуживание или юридическая поддержка, да, это вот такие вещи, которые можно привязать к себе клиента с помощью мобильного приложения. То есть, если у вас юридическая фирма, ну, почему бы нет? Почему не выпустить для клиента в приложение, в приложении сообщать о статусе обработки их заказов, там, по регистрации фирм, там, не знаю, по ведению судебных дел, ну, и так далее, да, и там же выставлять счета, например, на оплату и показывать, принимать там заявки на новый консалтинг, ну, и тому подобное. Мне кажется, юрослуги хорошо подходят. Будет ли запись у вебинара? Да, Дмитрий, будет. Значит, а если не продлить лицензию на мобильное приложение, то что? То ничего страшного не произойдет. Мобильное приложение продолжит работать, никуда оно не денется, и сторов не пропадет, мы у вас его не отнимем. Более того, оно будет обновляться по контенту и по части со стороны платформы 1S-Bitrix, да, но вы не сможете перевыпустить само приложение или выпустить еще одно приложение, и выпустить совершенно другое приложение, да, пока лицензия не действительно, мы не будем производить сборку приложения и публикацию его в Store. Но в целом, действительно, ничего не произойдет, мы ничего не отнимем. Сколько приложений можно сделать для клиентов? Сколько угодно. Мы никак не ограничим их количество. Одна лицензия, одно приложение. Сколько лицензий скупите, столько приложений и будет. Для мультиязычности достаточно доп. лицензий сайтов. Для управления сайтом или на мобильное приложение тоже потребуется несколько лицензий. Нет, не потребуется несколько лицензий на мобильное приложение. Более того, скорее всего, для мультиязычности внутри приложения вам даже доп. лицензии на управление сайтом не понадобится, потому что там это будет реализовываться несколько другими технологиями. Поэтому, скорее всего, все даже сильно проще. Функционал для платежной платформы тоже встроен. Вы знаете, у нас есть аппи для использования, например, Apple Pay, то есть приложение может вызвать платеж, встроенный через Apple Pay. Также, как и на сайте, вы можете использовать любые платежные агрегаторы, любые платежные системы, которые подключаются к сайту. То есть тем же самым успехом. Просто добавляете на страничку, и клиент сможет ввести свою карту, оплатить, и вы примете этот платеж через стандартную платежную систему. Здесь нет никакого секрета, то есть это вполне стандартный сценарий. Так, вот какой общий вопрос. Как производится доработка, редизайн, новые функции, фиксы багов выпущенного приложения? Нужно иметь два приложения. Одно для тестирования, новый функционал, второй боевой или некий workflow по модификациям. Да, я бы рекомендовал иметь два приложения в таких случаях. И это, в общем, совершенно не проблема. Две папки просто синхронизировать или как-то держать два приложения. Одно, которое работает с живыми клиентами, к которому подключаются те приложения, которые выпущены, которые зашиты внутри приложения, путь к этой папке. А второе, для тестирования, для подключения ваших людей, то есть ваших разработчиков, которые будут через мобильное приложение для разработчиков, подключаться к соседней папочке, грубо говоря. Работать с теми же наборами данных, ну, например, со своим функционалом новым, обновленным, со своими шаблонами и так далее, и так далее. Ну, а потом, сами понимаете, просто папочку перезалили на бой, и оно появилось у всех, обновилось, если не требуется перевыпуск приложения. В общем, это все довольно просто. Уверен, что вы с этим легко справитесь. Что же, я вижу, что вопросики потихоньку заканчиваются. В смысле, вы уже закончились. Опять же, если вопросы еще есть, вы их смело задавайте. Я пока передам слово Константину и переключу экран на него, и буду отвечать уже через... Ну, либо в конце нашего вебинара мы устроим еще сессию вопросов и ответов, либо буду в письменном виде отвечать, чтобы все видели ответы в интерфейсе. Костя, подключи, пожалуйста, свой микрофон, а я сейчас переключу экран. Привет. Добрый день. Коллеги, слышно меня? Здравствуйте, Сергей. Да, да, слышно хорошо. Отлично. Тогда подключаю свой экран. Да, давай, если получится это сделать самому. Нет, самому нет, не получается. Сейчас я сделаю, да. Да, сейчас подключится. Так, надеюсь, виден экран с презентацией. Да, виден экран. Да, все отлично, спасибо большое. Все, тебе слово, я отключаюсь, пока. Да, спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Константин Обухов, я директор компании InfoSpice. Мы занимаемся разработкой сайтов, интернет-магазинов, порталов и мобильных приложений на Битриксе. Сегодня мы кратко с вами обсудим омниканальной важности, омниканальных продаж и роль мобильных приложений на Битриксе. То, что вы можете сделать для того, чтобы быть всегда со своим покупателем. Почему это важно, какие есть примеры приложений, типы приложений. И посмотрим парочку приложений, которые реализованы на самом Битриксе. Вот, значит, если кратко рассказать о том, что такое омниканальность, думаю, это понятно всем. Омни – это, как вот изображено, надеюсь, всем более-менее видно на картинке, это наличие множественных каналов взаимодействия с покупателями в рамках одной информационной среды. То есть куда бы, с какой стороны бы ни пришел ваш клиент, вашего интернет-магазина, сайта, оффлайн-магазина, вы всегда знаете, как с ним взаимодействовать. В данном случае каналы и омны достаточно четко определены. Это, естественно, онлайн-магазин, да, или сайт, или лендинг-пейдж, это уже не важно, потому что сейчас функциональность и тех, и других типов сайтов переплетается, развивается и расширяется. Это и оффлайн-магазины, когда может прийти конкретно как покупатель в магазин, предоставить свою карточку или, как сейчас уже предоставляют номер телефона, и сразу же подгружаются и все скидки, и покупки, и рекомендации, и все остальное. Это и терминалы или киоски, которые тоже входят в канал омни. Для самообслуживания они могут стоять как в торговых центрах, так и непосредственно в точках продажи или в конкретных больших физических магазинах и гипермаркетах. Так сюда же входит то, что является темой сегодняшнего вебинара – мобильные приложения на Битриксе. Безусловно, сама система Омни бессмысленна, если нет основного канала сбора информации, потому что, безусловно, все хорошо, когда у вас и мобильные приложения показывают одни и те же цены, и скидки товаров конкретному клиенту, но должна быть еще основа, которая хранит все эти данные, а именно CRM-ка. Естественно, Битрикс в этом плане очень удобен, потому что есть непосредственно Битрикс24, который хорошо интегрируется со всеми нашими сайтами, мобильными приложениями. Битрикс очень хорошо ушел, 24 в офлайн сейчас, даже с выпуском редакции Битрикс24, CRM. Фейстрекер и Фейскарт, тоже, что у нас есть в Битрикс24. То есть мы потихоньку, но большими шагами Битрикс закрывает все потребности для того, чтобы вы, как владелец магазина или как разработчик, могли для вашего клиента интегрировать все каналы возможных коммуникаций. Безусловно, в этом плане очень хорошо встраивается и чат, который также может быть разработан, вставлен как готовый виджет в ваших мобильных приложениях. Таким образом, мобильные приложения сами на Битриксе подразумевают, что вы тратите намного меньше сил для того, чтобы организовать коммуникацию с вашим клиентом. Итак, собираем всю информацию клиенту, храним ее в CRM, распространяем каналы сбора информации на все наши направления продаж, офлайн и онлайн. Если у вас нативное приложение или клиента нативное приложение, оно также может быть интегрировано с Битриксом или написано на платформе Битрикс в качестве бэкэнда. Это мы тоже чуть попозже рассмотрим. Доступна ли разработка малому бизнесу? В данном случае, безусловно, да, потому что сама платформа мобильных приложений на Битриксе подразумевает, что вы разрабатываете так же мобильное приложение, как и разрабатываете его на сам сайт. Как уже Сергей сегодня очень много рассказывал, разработка намного легче, чем на нативе. Мы тоже разрабатываем нативные приложения, и я вам точно могу сказать, что на Битриксе не требуется дополнительной квалификации для того, чтобы выпустить хорошее современное мобильное приложение. Есть определенные, конечно, ограничения, если, допустим, не все нативные функции поддерживаются, но большая часть потребности абсолютно точно покрывается. Поэтому да, если есть сайт на Битриксе интернет-магазин, вы можете купить мобильную платформу, непосредственно там уже сделать быстрый выпуск мобильного приложения. Что такое адаптивность? Какие типы вообще у нас в приложении существуют? У нас с вами есть примерно следующее. Итак, это мобильное приложение на платформе Битрикса. Здесь все понятно, вся информация хранится на сайте, берется из базы данных единого сайта. Тут же у вас идет интеграция CRM и со всеми прочими плюшками, наполнительными функциями, которые поставляет Битрикс24. Все шикарно и здесь понятно. Разработали, выпустили, поддерживаем. Если, как вы говорите, вам нужно выводить деф-версию или версию для разработки, есть мобильное приложение для разработки. Делаете, как Сергей сказал, вторую папочку и выпускаете новую версию в этой папочке, вы тестируете, отлавливаете баги и выпускаете уже непосредственно, без всякого обновления самого приложения, без ожиданий, потому что буквально там, не знаю, недавно выпускали обновление, нам пришлось просить, чтобы Apple в ускоренном порядке выпустила это обновление в нужной дате. А здесь вы сами больны выпускать обновление, когда вам это нужно. Хоть 24 часа в сутки. Гибридные приложения. Что такое гибридные приложения? Это приложение, фронт-энд которого разработан на нативном языке, на нативной платформе, а бэкэнд на битриксе. Давайте посмотрим, попробуем посмотреть одно из приложений. Сейчас я включу трансляцию экрана самого мобильного приложения. Это довольно-таки необычное мобильное приложение, называется книги Третьяковской галереи. Оно как раз тоже попадает в концепцию ОМНИ. Почему? Потому что те же самые книги, которые вы видите сейчас на экране, они также могут быть куплены в интернет-магазине. Здесь только ОМНИ в квадрате. Почему? Потому что в самом магазине вы покупаете физические книги, а здесь вы покупаете электронные книги. Но при этом у вас идет полная связка с тем, что у вас происходит в магазине. Итак, публичная часть самого приложения написана на свифте. А контент, который вы сейчас видите, например, описание книги, давайте зайдем, была известная выставка Айвазовского, оно написано на битриксе. То есть все, что вы сейчас видите, картинки, описание, сами электронные версии книг, баннеры, другие вещи, все подружаются с самого битрикса. То есть обмен происходит в формате XML, и это позволяет решить сразу несколько вопросов. Первое, битрикс очень безопасная платформа, поэтому вам не надо писать с нуля свой бэкэнд, вам достаточно для того, чтобы купили битрикс, использовали те же самые инфоблоки, которые у вас есть, использовали проактивную защиту и закрыли все вопросы по безопасности. Это первое. Второе, очень удобная админка. Тем, кто работает, уже будет ввести дальше приложения, администрировать, не нужно непосредственно заходить в какие-то непонятные админки. У них сайт на битриксе и мобильные приложения на битриксе. Все знакомо и удобно управлять. Третье, удобная интеграция с CRM-системами. Все те же самые события покупок, которые у вас есть в нативном виде, они транслируются в CRM-ку и могут быть там подхвачены, изменены, перехвачены. И опять, при наличии обратной интеграции, вы можете посылать пуш-уведомления непосредственно нужному количеству пользователей приложения, делать фильтрацию по какому-то, только тем, кто купил, допустим, книги в прошлом году или книги по такой тематике, делать пуши, чтобы они получали, и о том, что вышла новая книга, или скидка на то, чтобы они могли купить такое приложение, такую-то книгу непосредственно со скидкой. Здесь же встроена читалка. Единственная причина, по которой приложение было реализовано гибридным способом, то есть backend на битриксе, а публичная часть на нативке, это потому, что нет нужных читалок, плагинов читалок, и все они нативны. Кроме того, здесь встроена система защиты электронных прав, которая, безусловно, должна быть в любых электронных читалках, и не позволять покупателям мухлевать с правами и с чтением книг. Поддерживается формат PDF и EPUB. В общем, вот это пример гибридного приложения. Какие еще бывают особенности? Один из крупных ритейлеров писал о том, что у них есть непосредственно и нативные приложения, написанные, интегрированные с их сайтом, и одновременно у них есть адаптивная версия сайта. И вот для малого бизнеса это не столь актуально, но для среднего и для крупного все-таки актуальность присутствует. Какой тип мобильного приложения должен быть? Это нативка или адаптивка? В данном случае ответ был простой. Категории пользователей, которые используют и нативку, и адаптивку, совершенно разные. То есть есть четкое разделение между тем, кто использует только мобильное приложение и не использует адаптивную версию, не лазит на сайт, не ходит на сайт с мобильного телефона. И при этом есть также достаточно крупные группы покупателей, которые не хотят ставить мобильное приложение, потому что, например, там запрашиваются дополнительные разрешения на устройство, на номер телефона и так далее. Некоторые приложения на геолокацию запрашивают разрешение. И поэтому они не хотят предоставлять эту информацию, им проще удобно использовать телефон. Поэтому при возможности должно быть, как у крупных ритейлеров, и адаптивная версия сайта, и нативное приложение. Кроме того, то, что нативное приложение позволяет расширить функционал и сделать процесс покупки, навигации по каталогу, вообще поиска товара более персонализированным, в том числе, если использовать сервис Bittrex по рекомендациям. То есть мы получаем следующую примерно картину. У нас есть сайт, он адаптивный, и есть нативное приложение. Есть не нативное приложение, а приложение на Bittrex, и у нас есть адаптивная версия сайта. Это один из кейсов. Следующий кейс, который мы с вами сейчас рассматриваем, это сеть магазинов дома региональной. Здесь реализована другая униканальность. Именно с терминалами. Схема примерно следующая. Есть сайт, который вы видите. Особая версия сайта, адаптированная под терминалы, под большие экраны, с тачем, это не планшеты огромные такие, которые стояли в магазинах, они подгружают весь тот же самый Bittrex, то есть можно зайти, авторизоваться, ввести в лагент свой пароль, а также совершить покупки, увидеть личные скидки, там побеседовать в магазине, там подобрать нужный товар. При этом нет необходимости для терминалов выпускать отдельные мобильные приложения. Однако, если мобильное приложение уже выпускается, принято решение, что оно будет выпущено на платформе Bittrex, то те же самые терминалы в качестве планшетов могут транслировать то же самое мобильное приложение, то есть даже не надо делать особую версию для терминалов. Уже есть приложение, оно сразу выпускается для планшетов и для смартфонов. Работаете с одной информационной базой, это очень удобно, потому что синхронизация данными между разными каналами в Омни стоит достаточно дорого. Поэтому выпускаем мобильное приложение на Bittrex, встраиваем планшеты как умные киоски, терминалы в точке продаж и работаем с одним сайтом, с одной информационной базой, с одними системами бонусов, накоплений. При этом, как закрывается вопрос, если кто-то не пользуется этим каналом? Здесь в рамках проекта дома была реализована интеграция с 1С, то есть была бонусная программа, уникальные бонусные карточки, которые по номеру идентифицировали клиента, и клиент, если проходил в магазин, давал свою карточку, то заказ переходил с 1С на сайт, оформлялся на сайте и таким образом хранился в одной информационной базе. Дальше он уходил непосредственно в САП уже после сайта, но это вот третья процедура. Таким образом, этот кейс нас с вами покрывает непосредственно схему, которую мы видели в начале. Что у нас есть? Оффлайн-магазины, которые интегрированы через планшеты, например, с мобильным приложением. Есть розничные точки, в том числе с 1С. Есть мобильные приложения на Битриксе, которые используются как в самих магазинах, так и покупателями пользуются. Есть адаптивная версия сайта, есть CRM, которая подхватывает и объединяет все покупки всех пользователей в Битриксе 24. И мы строим современную омниканальную схему. Естественно, безусловно, ритейлеры сейчас стараются внедрить фейс-трейтинг, поэтому это внедряется непосредственно, кому интересно, на кассах. Когда клиент предъявляет кассу, свою карту уникальную, или подходит за покупкой, называет телефон, есть возможность сфотографировать клиента и определить его лицо, и в дальнейшем при посещении магазина делать ему индивидуальные предложения. Сейчас, на самом деле, эта технология ритейлерами только начинает осваиваться, но для покупателя это будет очень оригинально, когда конкретный покупатель входит в магазин, и его приветствуют по имени, потому что менеджер его узнает и может персонализированно к нему обратиться. Еще одно из применений омниканальности, который мы сейчас рассмотрим, это оптовые продажи. Не всегда есть необходимость работать с конкретными розничными покупателями. Иногда нужно самим ритейлерам снять нагрузку с менеджеров по продажам, дать инструменты автоматизации для розничных покупателей. И российская реальность, конечно, состоит в том, что не всегда и не везде хорошо работает интернет, в Москве, может быть, в крупных городах он работает хорошо, а в регионах и в некоторых местах в Москве он даже работает не очень хорошо, как нам всем известно. Вот для этих целей тоже выпускается мобильное приложение. Сейчас мы рассмотрим сам кейс. Перетащу экран. Итак, мобильное приложение для оптового магазина кондитерских изделий компании Remix. С виду приложение это типовой магазин в типовом дизайне в мобильном приложении на Битриксе, потому что не нужно было тратить время, устраивать функционал полностью, который был еще там три или четыре года назад в этой версии. Но что здесь было разработано три года назад, что позволяло решать задачи клиента, а именно это оффлайн режим. То есть суть в чем, весь магазин, весь каталог, вся процедура оформления заказа, вся процедура покупки была переведена на возможность оффлайн режима. Тогда клиент открывает приложение, а в данном случае клиенты этого приложения это сами оптовики, которые могут сидеть и розничные точки, могут сидеть в магазинах, в подвалах, где нет интернета. Они скачивают к себе приложение. Приложение обращается к серверу, к сайту, тот же самый сайт, который мы с вами видим на Битриксе, да, очень удобно, вся та же самая информация, категории, товары, цены, остатки полностью подгружаются непосредственно в самого сайта. Вот. И при первой установке приложения, при первом запуске приложения, после авторизации с логином и паролем приложение загружается в весь каталог, все товары, все фотографии, все цены, остатки, чтобы они хранились в оффлайн режиме. При этом, естественно, происходит синхронизация данных с самим сервером при наличии интернета. То есть проходит какое-то время, автоматически в фоновом режиме обновляется полностью каталог. Это сделано для того, чтобы сами клиенты могли оформлять заказ непосредственно без интернета. И менеджеры, которые занимаются разъездной торговлей оптовой, тоже могли спускаться в места клиента, на склады, где нет интернета, показывать весь товар лицом, как говорят, оформлять заказ. И когда клиент или покупатель оптовый выходит в зону доступности интернета, платформа мобильного положения на Битриксе сообщает о том, что появилась связь с интернетом, и все накопленные заказы уходят из локального хранилища на сервер. Таким образом, это позволило решить проблему, что сами клиенты теперь могут оформлять заказы. Не обязательно у них должен быть полностью интернет доступен в момент оформления. Это все в фоновом режиме проверяется, и все заказы менеджеры, которые занимаются разъездной торговлей, могут показывать без интернета в офлайн-режиме полностью потолок товаров и оформлять тут же заказы. Это повышает и конверсию, и уровень продаж повышает, и снимает с менеджеров часть по оформлению заказов. У многих есть и планшеты, и смартфоны, тем более, как мы знаем, большинство мелкорозничных, мелких компаний торговых, они используют приложения смартфоны на андроиде. Поэтому для них это, для нас с вами это удобно, что мы пускаем один раз на одной платформе, а работаем сразу на двух операционных системах и на двух типах устройств. Таким образом, в данном случае мы с вами рассмотрели ОМНИ в формате розничной сети со всеми каналами продаж и рассмотрели оптовую часть в ОМНИ, когда непосредственно выпускается в каталог в оффлайн режиме и есть возможность оформлять без интернета заказ и он в фоновом режиме отправляется вам на сервер, а дальше вступает в вашу учетную систему, например, в 1С. Наверное, на этом мы закончим с вами краткую нашу презентацию. Я посмотрю вопросы. Да, спасибо, Костя. я пока на самом деле вопросов особенных не вижу, но хочу провести некий интерактив. Я вот обещал всякие всяческие опросы позапускать и сейчас я их позапускаю, чтобы наши слушатели дали нам небольшую обратную связь, в частности, по тому, какое количество, какой бизнес они представляют, какими продуктами нашим пользуются, вообще был ли полезен вебинар. Пока я смотрю, что было несколько вопросов связанных с платежами, с регистрацией. Кстати, Кость, может ты сможешь меня скорректировать на тему следующего вопроса по авторизации пользователей. Тут есть вопрос на тему можно ли авторизовываться, например, на Android или на iOS с помощью авторизации Google аккаунтов. На Android это было бы крайне удобно, если можно было использовать нативную эту функцию. на Android их можно Google аккаунты использовать для авторизации. То есть там прям в один клик можно будет авторизоваться. Ну да, вот я, собственно, так же и ответил, значит, все правильно. Еще про перевыпуск давай немножко порассуждаем. Вопрос тут какой? Вот какие случаи вообще могут понадобиться, какие случаи могут произойти, чтобы потребовалось перевыпуск самого приложения. Я здесь вижу помимо основного, что мы что-то выпустили в самой платформе какое-то обновление. Это может быть связано с обновлением операционных систем, с появлением каких-то новых функций в JS. И, собственно, клиент хочет это использовать, хочет обновить внешний вид, потому что там тулбарчики все, да, они там от операционки к операционке меняются. Флэп там плоский стал, был выпуклый, ну и так далее. Но еще же есть какие-то случаи, в которых требуются перевыпуск. В данном случае я почти таких случаев не вижу, потому что действительно мы полагаемся на битриксовую платформу, да, и битрикс сам наблюдает за развитием всей платформы. А все функции, которые используются, поддерживаются нативные функции, их аналоги джессовские. В данном случае они все идут из коробки, я тоже не вижу таких случаев. То есть перевыпуск только тогда, когда развивается платформа, и нужно вам добавить те функции, которые у вас сейчас отсутствуют просто-напросто в вашем приложении. Появляется с выходом новой версии битрикс мобайл. Больше я таких функций и случаев не вижу, потому что все управление всем контентом, всеми внутренними функциями находится на стороне папочки на сайте, разработчики спокойно могут добавлять функционал без перевыпуска. В этом огромное просто гигантское преимущество по сравнению с нативными платформами, которые просто появляются и прочувствуются, когда вы начинаете работать и обновлять свое приложение. Одно дело выпустить за 2-3 дня с большими ожиданиями и проблемами, а другое дело когда непосредственно вам необходимо вы просто обновляете код на сайте, на сервере, у вас тут же начинают пользоваться новыми функциями. Больше вариантов обновления я пока не вижу. Ну, наверняка еще какие-то случаи все-таки возникают, когда хочется взять и перевыпустить, ну, в смысле, появляется потребность перевыпуска, но в основном это все глобально. Когда дизайн меняется, надо сплэш-скрим поменять, потому что сплэш-скрим в приложении Да, он зашит в приложении и, кстати, это же касается изменений в оффлайн-файлах, правильно я понимаю? То есть, если нужно изменить при первом запуске, чтобы оффлайн-файлы, которые прикреплены к приложению, тоже обновились, да, может потребоваться перевыпуск. То есть, вот при работе с оффлайном надо иметь это в виду. Да, просто надо при работе с оффлайном закладывать больше количества нужных вам файлов, которые потом можете просто расширять. Не переупускать, просто изложите все, что вам нужно с запасом. Да, чтобы лежали пустые файлы и, если что, можно было. Да, можно было пункти дополнительно включать. Да, так, что у нас тут вопросик появились на андроид из-за перехода со шттп на шттпс появилась пересборка приложения. Да, кстати, тоже согласен. Ваш шттпс история такая, потому что адрес сайта, где лежит приложение, поменялся на шттпс. Может, такое возникнуть. Спасибо за комментарий. Да, точно, это тоже кейс. Подтверждение номера по смс реализовано в аппе. Для подтверждения номера по смс аппе не нужно. Это скорее связь с операторами нужна какая-то, нежели чем в аппе какая-то история с подтверждением. Наверное, имеется в виду, что когда приходит смс, чтобы приложение на битриксе автоматически читало смс, ну, как ватсапы делают всякие, и тоже подтверждение самого дела. В данном случае такой необходимости жесткой нет, поэтому просто с сайта вы делаете отправку через провайдер смс, и клиент вводит его в этом же окошечке. Совсем няшно делаете, необязательно. Да, такой функции в аппе точно нет. Работает ли мобильное приложение с различными фреймворками типа jQuery и так далее? Ну, конечно. Что помешает? Представьте, что ваше мобильное приложение это просто контейнер для вашего сайта, который показывает, используя дополнительные функции, которые доступны на конкретной мобильной платформе, JS вызовы, аппи вызовы всякие. Это сайт, который может делать больше, чем просто адаптивный сайт. Вот с точки зрения вы можете использовать все то же самое, все те же фреймворки, библиотеки, все, что у вас есть на сайте. Вы ничем не ограничены. Да, тут как раз фишка в том, что само приложение по сути состоит из нескольких браузеров, то есть основные экраны, которые вы видите при работе с приложением, это по сути браузеры встроенные, в котором добавлены библиотеки, уже которые могут использовать через JS API различные нативные фишки. И это в целом так звучит просто, на самом деле все гораздо сложнее, с точки зрения разработки, с точки зрения использования или каких-то навигационных моментов, но в целом это дает очень большую гибкость и в то же время хорошую скорость и возможность обновлять все практически мгновенно. не совсем понятно насчет перевыпуска с оффлайн файлами. Я думал, что они в конструктор загружаются, их количество фиксируется на момент публикации. Тут есть два момента. Кость, поправь меня, если я окажусь неправ, но ситуация следующая. Вы действительно в конструкторе указываете, какие файлы должны быть прикреплены к приложению в процессе компиляции, то есть действительно это нужно для первого запуска приложения. Но приложение с оффлайн режимом также может иметь определенные файлы, которые могут обновляться при наличии коннекта. Вы также их прописываете и сообщаете, что вот этот файл у меня используется оффлайн. И он будет храниться во внутренней памяти телефона, внутренней памяти приложения и обновляться, когда это необходимо. Но в то же время будет доступен для работы в оффлайн. Да, все верно. Представьте ситуацию, что вы запускаете приложение, а у вас нет интернета. С оффлайн режима он как раз подгружает те самые файлы, которые у вас при сборке объявлены как оффлайн. Получается, Bittrex сейчас видит сайты так, backend.php возвращает только JSON, весь рендер делается на JS. Не-не-не, Дмитрий, вы что-то тут перемудрили чуть-чуть. Сайты остаются HTML-ем. Ничего тут пока не поменялось. И в том числе браузер, который показывает внутри мобильного приложения, также используется HTML. Интернет пока от HTML не отказался, поэтому все будет в HTML. И, конечно, поисковики все это индексируют. PHP возвращает, собственно говоря, сгенерированный HTML-файл, который передается в браузер, и браузер его уже рендерит и отображает. Поэтому боюсь, что здесь вы немножко перемудрили насчет сложности сайтостроения на Bittrex. Так, ну что ж, если еще есть вопросы задавайте, спасибо вам за то, что участвуете в вопросах, которые мы задаем, и, наверное, у меня еще два вопросика, я сейчас запущу вопрос, опросы. Главное, в оффлайн-режиме не чистить кэш. Ну, чистить, наверное, да, его не нужно, кэш бывает разный, кэш надо обновлять, а не чистить, чтобы все работало корректно. Вот, ну да, просто оффлайн-файлы, они оффлайн-файлы, то есть приложение понимает, какие файлы там нужно обновить, а какие не нужно трогать, и они будут доступны всегда там при первом, при запуске приложения именно в таком формате, формате работы с этим файлом, формате запуска. Так, что еще из вопросов? А, вопрос про оффлайн-файл был другой. Раньше вы говорили, что их состав фиксируется на момент сборки, но при этом их можно загружать в конструкторе. А, да, все верно. Когда вы в конструкторе указываете оффлайн-файл, Кость, давай ты прокомментируешь вот вопрос, я сейчас прочитаю. Ты видишь его вопрос, нет? Да, вижу. Давай ты прокомментируешь, просто я думаю, ты лучше знаешь этот момент. Вы при сборке указываете, что такие файлы будут запускаться в оффлайн-режиме. То есть, если у вас недоступен интернет или сеть Wi-Fi, там, на устройстве, у вас будут подгружены эти готовые уже файлы с готовым там, с обрежанием, контентом, с логикой, и вы будете работать в этом оффлайн-режиме. Но при этом, если вы захотите добавить еще один файл, который у вас есть, вам нужно будет делать пересборку приложения. Вот что делается. Вот что имеется в виду, что при сборке в конструкторе вам нужно будет указать еще один дополнительный файл. Смысл в этом, что вы не можете просто взять и сказать, вот этот файл еще один раз при следующем запуске у всех клиентов добавь, чтобы он в оффлайне загружался. Потому что файлы фиксируются, и они загружаются именно при запуске приложения в хоме. Поэтому вы не можете их добавить без перевыпуска приложения. почему и сказано было, что собирайте с максимальным нужным количеством вам файлов пустых, а потом выделите основные функции, которые нужны вам в магазине, сделайте те функции, которые у вас сейчас не работают, или будут запущены через 2-3 месяца пустые файлы заглушечные, и потом будете просто в них добавлять контент, они будут собираться. Да, и эти файлы подгрузятся при запуске как бы в онлайн-режиме. Появятся у людей в приложениях, и в следующие уже запуски в оффлайне, соответственно, будут работать корректно уже с этими наполненными файлами, по сути. Имеется в виду с точки зрения пользователя, если он почистит кэш-приложение при отсутствии интернет-соединения, не сможет воспользоваться ни одной функцией? Нет, кэш-приложение здесь ни при чем. Здесь, конечно, речь будет идти о кэше, который программный используется в приложении вами, то есть вы регулируете, что кэшируется и как, как хранится кэш, сколько он действует, как обновляется и так далее. А то, что пользователи что-то там почистят, этот кэш не повлияет никак на работу приложения. Как быстро производится пересборка с момента релиза правок до выпуска новой версии в Google Play App Store? Вот ты, наверное, лучше знаешь, я не знаю, сколько времени занимает. Да, пересборка у нас это буквально день занимает. Ну да, наши ребята очень быстро пересобирают. Ребята быстро работают в том плане. не только быстро для них. Они очень хорошо помогают, если вы что-то не предоставили или что-то не так сделали, не по стандартам, они вам сразу отписывают. В общем, ребята быстро работают и быстро пересобирают. Да, на нашей стороне здесь как раз задержки не будет, то есть мы действительно очень быстро пересоберем ваше приложение и тут же направим его в сторы, соответственно, а там уже от них будет зависеть. Но если это перевыпуск, то есть если это обновление, обычно оно там очень быстро тоже происходит. Новое приложение может проходить и пруф там, наверное, неделями. Ну не знаю, как в AppStory, сколько занимает. Новый, ну если ты пишешь, что тебе срочно, реально срочно причем, они тебе могут за 3-4 дня выпустить новое приложение. А так неделя, 10 дней это норма. Пока там безопасности все проверки пройдут. Там и очередь большая, приложение выпускается. Там и очередь, да. Есть ли функция по работе с архивами? Владимир, не очень понятно, что вы имеете в виду. Наверное, распаковка файлов в архивах проводится. Запаковка файлов в архивах. Наверное, про это имеют в виду. Ну, это можно на стороне сервера реализовать. Сервер распакопы умеет зажимать, разжимать. То есть это, в принципе, можно сделать, но, наверное, не очень удобно. Ну, опять же, вопрос такой конкретных сценариев. Что ты можешь делать на сервере, а что-то можно сторонними приложениями на андроиде. Ну, например, можно перекидывать файлики, наверное, из приложения в какой-нибудь архиватор или файловую систему сохранить. На iOS с этим будут какие-то ограничения, но в целом да, распаковка файлов интересует, видимо, загрузка файлов, распаковка. Ну, что ты можешь сделать на стороне сервера? Серверными функциями. А если вы хотите отдать это в iOS-систему, то там уже нативную передачу надо использовать. По-моему, я сейчас нет. хотя шаринг там был, но не знаю, есть ли он сейчас в JS API, надо документацию запилинуть, не видел ее. Ну, что ж, спасибо вам большое за вопросы, спасибо за ответы на наши опросы. Наверное, будем на этом заканчивать. Если еще вопросы какие-то есть, то Константину можно, собственно, обратиться в компанию InfoSpice за уже конкретными запросами на производство приложений или на консультацию на эту тему, подбор каких-то решений. Ну, и к нам в компании 1Bitrix если какие-то вопросы по самой платформе, к которой мы тоже можем помочь в формате технической поддержки или консультации по телефону или открытым линиям. На этом мы, наверное, будем с вами прощаться. Спасибо большое за внимание, за то, что к нам сегодня присоединились, провели с нами эти незабываемые два часа. Надеюсь, все было полезно. Насколько я вижу, по опросам действительно большинству полезно. Спасибо за эту оценку. Всего доброго и до...